Здравствуйте, Ковский Владислав Татарушевич, писатель, программист кинематографии, сотрудник одной из кафедр московского физико-технического института. Единственный из выступающих здесь не поющий. Сразу же предупреждает. А, вот, простите, кроме Надежды Юрьевны. Я в душу мою, конечно, позитивно. Это хорошо. Первый очень тонкий момент, то, что я говорю как программист. Согласно одной из творческой российской академии образования, разработана игровая технология, что делает компьютерную игру с любого стихотворения, любой песни со всеми вытекающими отсюда последствиями. Она лет так семь назад со мной завершена на одном языке. Сейчас есть потребность ее переписать на другом языке. Если она будет переписана на другом языке, как с трех раз можно догадаться, речь идет о компьютерных языках, то сразу же можно будет проводить конкурсы на гонках знаковков, технических явлений в ее песенной культуре. Владимир Семенович Высоцкий, один из первых кандидатов на то, чтобы быть в качестве материала для данной игры. Более того, меня даже толкнули людей написать что-то типа конкурса патриотических песен. Я даже взял что-то из Высоцкого. Правда, это получилось на том старом языке, который сейчас невозможно поставить на один компьютер. Это первое. Второе. Чем я хвастаюсь как кинематографист? Так как кинематографист, я хвастаюсь тем, что по многочисленным творческим идеям Радио Чукли не единственный комедийный продукт на молодежно-спортивную тему. Дмитрий Геннадьевич мне не даст соврать, он даже что-то показывал, и он даже что-то лайкал. И правильно? Да. И он даже что-то лайкал в моих видеопродуктах. И один раз случилась одна очень веселая история. Это был 2020 год. Назрывала одна из зимних рембя, если не ошибаюсь, в Китае она назрывала, в городе Пекин. Мы решили как-то с нашим творческой группой составить что-то типа Пури из спортивных песен. Поскольку это видео Пури было, а не просто Пури, это, соответственно, жестко стоял вопрос видеоиллюстрации, разумеется, Владимир Семенович. Он быстро пришел на ум, потому что он чуть ли не последний из наших представителей неформальной песенной культуры, у которых хоть как-то звучат темы песен о спорте. Все остальное, простите, что было после Бисоцкого, я у Бартов очень мало что слышал или вообще ничего не слышал. Сразу же вырисовался один жесткий критерий того, как я беру его песню. Песня плюс хоть какая-то простейшая графическая иллюстрация. Причем три песни из четырех там мгновенно родилась графическая иллюстрация. Песня «Прыгу на высоту» понятно какая, ну, спортсмен, который преодолевает планку. Песня «Профессионалы» понятно какая, хоккеист, пожалуйста, любой кадр из советско-канадского матча. Песня «Утренняя зарядка» иллюстрация понятно какая, какие-то персоны, которые делают «Утренняя зарядка». А теперь вопрос к аудитории. Графическую иллюстрацию к какой песне я не смог подобрать сразу же сходу. Вот какой песня на спортивную тему, и я, к сожалению, графической иллюстрации сходу подобрать не смог. И после этого началось самое интересное. Не буду вас долго мучить, на дистанции четверка первочей. Не смог я, я никак не мог представить себе, как должно быть эта четверка первочей. Тут меня выручил кто? Меня выручил Элем Климов. 1970-й год, фильм «Спорт, спорт, спорт». А еще мне выручил, разумеется, дядя Яндекс, который сразу мне выдал фильм «Спорт, спорт, спорт», и был соответствующий отрывок, где на дистанции, на дальней дистанции были эти самые четыре бегуна. А вот тут началось самое интересное. Вот мне как-то началось сопоставлять одно с другим. И что выяснилось? Что оказывается, вот кадр фильма «Рема Климовый спорт, спорт», в котором попал один из советско-американских матчей по легкой атлетике, где на стаерские дистанции брали аж по два человека от каждой страны. 2 плюс 2 равняется 4. Итого у нас получилась эта самая четверка. Ну, там, разумеется, 1970-й или 1969-й год, я не помню, что там было у Климовых, «Спорт, спорт, спорт», там один из американских бегунов, там, соответственно, он откачивался от солнечного удара, едва в мир иной не ушел, но его все-таки откачали, тот факт, что до финиша он не дошел. Не менее веселая история была на первом таком легкоатлетическом матче, который состоялся в Москве Лужников, чуть ли не через 4 года после открытия самих Лужников как стадиона, о которых наверняка шумела пресса, и о которых как раз 20-летний Володя Высоцкий, наверняка как молодой и поплевый человек, который как минимум читает газеты и слушает радио, который, вот, собственно, это запечатлило. Дело все в том, что этот стаерский забит на ту же самую дистанцию 10 тысяч метров закончился. Парадоксально, один из американских спортсменов ни много ни мало сошел с дистанции. Пожалуйста, мы вспоминаем, поведение бегуна неспортивное, сбросил майку он через финишем и так далее. Собственно, я как-то вот в песне Владимира Семеновича это есть. Ну вот, собственно, ни много ни мало в вашем покорном слуге, как мне показалось, есть повод для того, чтобы он выступил как литературовед и торжественно заявил о разгадке тайн написания одной из песен. 58-й год, событие номер один, а именно первый забег этой самой четверки первой тюрьмы. 1970-й год, другое событие, а именно выход. Фильма Али Маклимова «Спорт, спорт, спорт». Кстати, тоже комедийный продукт, собственно, который тоже в известной степени равнялся и даже кое-что из него почему-то хорошее. И 1974-й год, дата написания песни. И обо чем есть у меня пункт первый – видеоматериал. Ну и пункт второй, кроме видеоматериала, у меня есть текстовая версия на дзене, на прозе и так далее. Везде играешь. И, собственно, последнее, совсем короткое завершение. Я совсем недавно, примерно одну зиму тому назад, от нас ушел один из тех людей, один из тех наших спортсменов, которым Владимир Семенович посвятил одну из песен. Песня называется, песня, к сожалению, принадлежит к одной из самых малопопулярных песен Владимира Семеновича. Песня «Прыгун в длину», там трагедия одна, что прыгун прыгает в длину далеко, но заступ. Посвящена родному брату Лену Климова, Герману Климова, который помогал брату своему, Лену, в его делах кинематографических. Ну и о нем был даже снят, относительно недавно фильм, снят он был кинематографистами, моими коллегами поцепами Сергеем Головецким и Евгением Григорьевичем Богатыревым. И одного и другого я сюда приглашал, но вот оба отверстились. На этом я заканчиваю. Большое спасибо за внимание. Спасибо.